Добрый вечер. Мы будем читать с Божьей помощи в эту субботу глава ТЦ, КИТЦ. У нас осталось совсем-совсем малое время до Рошашана. И чуть больше месяц на окончание весь цикл пяти книги Тору. И вот эти знакомые дневи, которые мы вот дочитаем до Рошашана, всегда меня вдохновляют. Они такие очень сочные, очень интересные. Особенно, что в следующей неделе, после субботы, будет у нас большой праздник, который называется Ха-Ялуль, 18-го Ялула, по которым основатели Хасидута, это связывает два основателя Хасидута, и Раби Сарбал Шемтов, и Раби Шнерзан Менезлиады, основатель движения Хаббад. И тоже мы в эту субботу будем говорить об этом очень много. Как подготовка, будем говорить сегодня о главе недели. Каждый будет заходить в субботу, будет у него уже привкус. Когда мы будем читать Тору, вы поищите еще вопросы, и у нас будет еще хорошие вопросы на Фолбринген. Первая тема, о которой мы будем говорить сегодня, можете открывать, это в главе 22-я, посуд приложений 6-я. И Тору рассказывает нам очень интересную заповедь. Заповедь идет следующая, 22-я глава, посуд шестой. Приложение в той шестой. Приложение в той шестой. Приложение в той шестой. Приложение в той шестой. В той шестой. И у нас будет еще раз. Не важно где. И в этой шестой. В этой шестой. В этой шестой. В этой шестой. В дереве, на земле, не важно где, и в этой гнезда есть яйца или тинцы. И их мама находится с ними. То, не было так, как они были бонем. Нельзя взять от нее, отбирать от нее яйца или отбирать от нее птинцы. А что надо делать? Шалеях теша лахесуэм. Отганьяй их мам. Ва хабу немтиках лах. Яйца и птица и бери сибьей. Леман, и что вы будете получить благодаря этого исполнения за поведе? Леман, и тав, лох, ва хто, юмим. Тебе будет хорошо, и у вас будет долгожитие. Заповедь, награды. Ну. Первый взгляд. Когда смотришь на этого заповедя, ты понимаешь, что это гуманная заповедь. У птиц тоже есть чувство привязанности к ее яйцам, к ее маленьким детям. Не надо ранить ее чувства. Надо отгонять маме, и тогда можешь забрать себе. И сразу, и у нас есть такое интересное обещание. Будете это делать. Будете. Если будете это делать, то вознаграждение будет долгожитие. Есть еще одна заповедь, которую мы читали недавно. Которая там тоже обещание долгожития. Кто-то помнит какое? Уважение к родителям. Если будете чтить родители, у вас будет долгожитие. То есть, по сравнению. Вот такая, да? И тут мы встречаем очень интересный спор между мудрецом. И один из мудрецов, раби Яков, говорит, нет вознаграждения в нашем мире. Нет вознаграждения в этом мире. Нет вознаграждения на заповеди в этом мире. Не бывает. Такого не бывает. Почему? Раби Яков шел на улицу. Увидел, что один отца говорил своего сыну. Идите, пожалуйста, лезьте, пожалуйста, на дерево. И спусти меня, птенцы, или там яйца, что было. И отгоняй маме. И его сын пролез. Погонял маму. Взял птенцы. Хотел приносить к папу. Упал и умер. Поэтому Раби Яков говорил, нет. Это же вроде бы нарушение оба обещания второго. И уважение к родителям. И по отгонять маме. И он умер моментально. Это же нечестно. Поэтому, говорит Раби Яков, нет вознаграждения к заповеди в этом мире. А что это значит долгожитие? Долгожитие это в грядущий мир. Когда Машех пойдет и будем жить бесконечно, вы будете там находиться. Это обещание на грядущий мир. Мудрецов, остальные мудрецов, не соглашаются. Они говорят, что есть вознаграждение в этом мире. Где мы это видим? Мы читаем каждое утром утреннее благословление. В утреннее благословление есть Мишну. Одиннадцатая страница. Пожалуйста, откройте седурах, которые перед вами. Эйлу двоим, вот этих вещей, шаадам, ой халпер, и сэмбо, ой ламазэ, который человек пропитывает, скушает, скушает. Их плэди в этом мир, ваа кэрен кайемес лой ламабо. Но он не съедает вознаграждение на гридуший мир. На будуший мир. Вэйлу, вы читаете, вы видите? Последний абзац. Последний абзац. Вот чему узнал, что мы не знаем. Да, посередина. Вэйлуэн, како я ни, каки я таких за павиди, ки буда вуэм, если шалавэк уважает традиционный, гминус хасудин, когда шалавэк даюц дака, ашкомас бэсамедрэш, ахрэрис вээрбис, если шалавэк встаю шрана, и поздна, во бэсамедрэш, в синагогу учитору, ах носас орухим, если шалавэк пренимаэт гэстэй, уби куру хойлим, когда шалавэк навишает балных, ах носас калу, когда он помогает, зэээсвад баус троэт, альвой асамэс, пахаранит шалавэк, и он тфилу, когда шалавэк муэллэц ау сэрдна, авээс шалэм бэнэшэбэрадом лэхавэйрэй, когда шалавэк мэрец, смирился между муж и женой, в талмуд, то и окин, и гэд колом, если человек учитору, и вот, список таких вещам, которые мудрецов говорят, вознаграждение, которое есть в градуший мир, не в градуший мир, а в раю, это не съедает, и тем не менее, он получает вознаграждение и в этом мир. Мы просто вчера с Ливией учили, что у нас была тема вознаграждения в урядущем мире, и вот в теме было написано, что, ну, вообще служение всех евреев, это как раз, ну, то есть, вознаграждение получат все евреи, тогда, когда будет построено жилище для Всевышнего в нижних мирах, то есть, все же из евреев это служение, только когда будет построено, мы все получим вознаграждение именно приход Машеха и... Хорошо, но это не отвечает никак. Правильно, правильно задавал, задавал Лейб вопрос, но Робьяков видел это? Робьяков видел такое? Значит, это что-то другое, наверное. Это он использовал? Робьяков видел, что человек уважал, уважал, уважал отца, снимал от дерева как надо, и умер. А что же эти гробья тут? Мы начали учиться, секундочку, мы ответили. он может, давайте. Без терпения, забывай. Сейчас, мы находим тоже в Рамбам, Рамбам намного позже, чем мудрецов Мишну, конечно, и намного позже, чем мудрецов Тальмуда, безсомненно, но он из мудрецов, из единственных мудрецов, который, его книга является не просто законной, а свод законов на всех предыдущих ему мнений. Поэтому прислушиваться Рамбам, его мнения, это очень обязательно. Он взял и учитывал своих свод всех мнений, и ему очень интересно читать, что он говорит. А что Рамбам говорит? Рамбам говорит четко в законе Ачува, что нет в этом мир вознаграждения. Нет в этом вознаграждения. Я поищу цитаты, для того, чтобы не открывать книги. Я не буду читать, это длинный, но по итогу он говорит, что нет мира, нет в этом мире вознаграждения. За исполнение заповедей. А дальше, в следующей главе, Рамбам говорит, что несмотря, что нет вознаграждения на то, что обещали в Туру, что если вы будете делать так, вам будет дожди вовремя, а если будете делать так, у вас будет здоровье, если будете делать так, у вас будут деньги, если будете делать так, у вас будет это, это тоже будет. Нет, это же, почему? Так получается, что Рамбам как-то противоречимо сам собой. Почему так? первое надо понимать большая разница между заповедями, которые между людьми и заповеди, которые между Всевышним и Ивры. Это первая разница. Вторая разница при исполнении заповеди, человек при исполнении думал, я это делаю ради исполнения заповеди или он это делает не ради исполнения заповеди. Вот четыре разницы. Первый, четыре позиции назовем это. Первый, например, берем по нашей тематике. Если человек отгонял птицу, это какой вид заповеди? Человек между него и Всевышнему, или между человеком и сотворением? То есть, вот вы логически понимаете, что причина этого заповедя является того, что это милосердие Всевышнему. Ему было больно за матери, поэтому запретили нам украсть от нее детей при ее присутствии. Некрасиво, нехорошо на нее. Некрасиво, неправда, неправда. Откуда мы знаем? Есть закон. Если человек говорит в молитвах, будете милосерден, обращение ко Всевышнему в молитву, будете милосерден ко мне, как вы милосерден, птиц заставляет его мольчать. Мольчать. Почему? Это лимилосердие. Это просто так хотелось Всевышнему. Откуда мы знаем? Мы дойдем ко всем, не переживайте, потихоньку. Откуда мы знаем? Ну, мы же, например, убиваем птицы и кушаем их. Правда? Им и животные, и вообще. Как это называется? Мы же кушаем мясо, да? Откуда нам разрешено убить животных того, что их кушать? Почему нам это разрешено? Потому что для них это хорошо. Для животных это хорошо. Когда они, когда они, когда их убивают правильно, кашируют их правильно, и человек их кушает, гады, Всевышнему, они перевращаются из корова, из птицы, к чему? К человеку, который служит Всевышнему. И для них это добро. Это поднять высшее, чем они находились до того. И это служба, которой человек обязан делать в его жизни. Взад материального и поднять его, типа подчинить его, поднять его вверх. И для птицы, и для коровы это одолжение. Несмотря на то, что они это не чувствуют, никто не ожидает, что они будут чувствовать. Для них такое предназначение есть. Но если человек захочет ради забавы убить животных, как в Испании это делают, играют в стадионы, это запрещено. Это запрещено. Если человек захочет просто ехать на охоту, запрещено. По закону тоже это запрещено. Убить животное не для предназначения ее поесть, запрещено. Нельзя. Кто тебя разрешил коснуться к животному, которое сотворил Всевышнему, и убить ее, или ранить ее? Каких право? Нет права. Не трогай. Из этого мы понимаем, что тот же самый закон, этот закон, который мы учили сегодня, он не между человеком и сотворением. Он между человеком Всевышнему. Всевышнему запретил тебе взять ее яйца, хотя, если, например, она была у тебя во двор, и у нее был птиц у тебя во двор, любой вид кошерного, ты мог взять яйца и ничего. Тут говорят, найден просто на улице. На улице нельзя. А во дворе можно? А во дворе можно. Да, так есть закон. Вот курица, которая дает нам яйца. Можно, можно, надо извиниться. Не дай ничего делать. И не думай о том, что это его дитя. Все белье, так белье, это наш. А между человеком и его родителем, это между человеком и Всевышнему, или между человеком и человеком? Мы уже не знаем. Между человеком и другого человека. Это уже между людьми. Есть в этом очень серьезная часть повеления Всевышнему. Повеление Всевышнему, конечно, есть большое. Но это тоже, это тоже и немаловажно. Между человеком и человеком. Поэтому мудрецов и рабиаков спорят не в любой вид заповедей, если есть вознаграждение или нет вознаграждения. Мудрецов соглашаются, что на заповеди, которые это между человеком и Богом, вознаграждения в этом мире нет. Ее нет. И того, что написано, что это будет долгие жизни, вот в этом заповеди. Птиц, это идет речь о грядущем мире, не в этом мире. Не в этом мире. А проца и мать говорится. А проца и мать, как и написано в этом мире, это посмотрите, все эти вещи в этом мире, это между людьми. Даже учение тоже, это между людьми. Внутри этого мира. Человек для себя. Человек для себя, это тоже благородство для себя. Учение Тору. Когда это идет между человеком и людьми, вознаграждение бывает в этом мире. Но не такое вознаграждение, которое отменяет или отнимает позже вознаграждение в грядущий мир. Потому что оно несравнительно. Это другое вознаграждение. Там вознаграждение бесконечное и без никаких подвоги. А здесь оно бывает по-разному. Поэтому мудрецов говорят, что между людьми, когда исполняется заповедь, между людьми, там вознаграждение есть. Об этом говорит Рабьяков. Я же видел человека Тору. Я же видел. Ну как можно так сказать? Что случилось? И вот здесь мы входим на следующую позицию. Позиция. Когда я исполняю заповедь, при исполнении заповедей человек должен вспомнить, что он это делает не ради себе, не ради своих чувств, не ради своих забавок, не ради своих чувств, что я хороший, а ради того, что я исполняю божественную заповедь. Это просьба Всевышнему, поэтому выполняю. Говорят мудрецов, Кобьяков, ты что, лез в голову этого мальчика? Может быть, он лез туда и думал, наплевать папа. Может быть, он лез туда и говорит, да не дам папу, я возьму себе. Ты же не знаешь, что у него было в голову. Ты уже решил, что он поднялся из-за папы и потом умерли, как это так? Ну, как это так? Но он не думал о заповеди. То есть, мы отсюда понимаем и к этому соглашается и Рабьяков. Рабьяков не спорит об этом с мудрецов, что если человек не думает о заповеди, это не считается. Отсюда мы понимаем важности почувствовать, что это божественное благословление, божественное заповедь. Тут есть один но. Это один но. Есть большая разница в чувство и не чувство, что это заповедь Всевышнему. Например, если человек потерял кошелок, там были деньги, очень плохо, ему это больно. И если ему бы сказали, что кто-то нашел его, он бы бежал туда добивать. Но он не нашел. И он очень сожалеет. Пошел какой-то бедняга на улице, увидел деньги, взял и купил себе покушать и покушал. Это исполнение заповедь сдака или нет? Да. Нет. 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 Когда ты делаешь и это преимущество заповедь между людьми, правильно говоришь. Мы говорили только, что должен быть намерение. Тем не менее, когда другого человека получает получает фактично благо от твоего поступка, уже не важно. Правильно. Правильно. Но если другой человек получил из него фактично, не в теории, фактично получил благо, ты выполнял заповедь. Не понимаю. Что ты не понимаешь. То есть, за счет заподь вам. Господи, я хочу, ну, тоже. Значит, вы только что говорили, что если мы исполняем заповедь, скажем так, без намерения, исполнитель, значит, заповедь не зачитывается. Я хотел еще задать вопрос, но промолчал. Значит, если я оттеваю тфилим, и в этот момент я не думаю, что исполняю заповедь ради Всевышнего, ради того, что Всевышнего поедал. Но я дел тфилим по факту я все равно исполню. Затой тебе исполню. И все равно там, как и ретелью, галочку сируйте поставить. Каким намерениям, это другого. Но я дел, я исполню. Теперь тут, он, извиняюсь, что масло потерял случайно, тот нашел, а ему засчиталось как исполнение заповедей. Вот этого я не понимаю. Честно. Случайно ничего не проявляется? В каких случаях? По факту никаких ничем нет. Красивый вопрос. Давай обсудим. То есть получается, ты говоришь, что я одеваю тфилим и не думаю о заповеди. Считались или не считались заповеди? Считались. Почему? А что тебе одевал тфилим? Тебе скучно в жизни. Ты одевал тфилим, потому что это заповедь. Ты не думал сейчас, а какой заповедь, что ты делаешь. Хорошо? Но ты одеваешь тфилим, значит, ты понимаешь, что это заповедь. Ты же не помотал там какую-то веревку. А тфилим? Поэтому ты высчитывался. Какая у тебя была мысль в это время тфилим? Это уже уровень привязанности между тобой и заповедь, который ты исполнял. И в этом, если ты думал, почувствовал, у тебя очень много привязанностей. Если нет, это будет поверхностно. Поэтому высчитывается. И высчитывается особенно потому, что ты фактично одевал тфилим. Но если ты думал одевать тфилим, не причем. Та же самая тфилим. Тфилим. Если ты сидел дома и умолал всевышленному, я хочу давать тфилим. Вот готовил себе какой-то кошелок с деньгами и ждешь людей. Никто не пришел. Ты тфилим. выполнял. Фактично человек получил тебе благо. ты выполнял. Между людьми, когда-то между всевышленному и ты, в этом очень много зависит от твоих намерений. А если это благо другого человека, он получил от тебя благо, получил, не думали об этом, а получил благо от тебя, то ты выполнял заповеди. вот так. Но ведь сын, который лез на лестницу, он же что же выполнял? Но он не отдал фактически ничего папу. он вау шли отца то есть не вы поняли? Мам, ты можешь потерять на счет мам, но не искать и не жалеть один на а подумать, что пусть эти деньги принесло добро. что, что? 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 Если я потерял кошелек, я уже не сожалею. Я думаю о том, что пусть эти деньги достанутся к тому, нет. Нет. Ты сожалеешь, сильно сожалеешь. Если ты увидел этого бедняга, ты взял его за рубашку, дай мне обратно деньги. Но ты не видишь его. И он пользовался этим деньгом. Несмотря за этого, он кушал, он сытый благодаря твоей деньги. Ты выполнял судакан. Это между человек к другому человеку. Ты помогал сотворению Всевышнему. Все. Ты выполнял заповеди. Следующий человеку. Я говорю почему ребенка не что может быть он исполнять заповедь почитания своей матрии. Он говорил поэтому что нет. Нет вознаграждения. Вы говорили, что мудрецов так отвечали ему. Отец его послал достать птенцов. Мудрецов говорили ему. Я еще раз повторяю ответ. Мудрецов ему говорили, что ты зря принял уже к виду, что нет в этом мире вознаграждения. Доказательства что этот мальчик упал и умер. Говорят мудрецов это не доказательство. Может быть по-всакому. Может быть что он просто думал не о Папе. Что не думал не о заповеди. Что он упал пока не дал Папе ничего. Поэтому это не доказательство к тому что нет в этом мире вознаграждения. Это означает что он умер. И мы не знаем почему. Но ты не знаешь. Бывает что не знаешь. А если человек водил в Филии считает это? Мы говорили об этом что да. Мы говорили только что об этом. так Какой много Дальше не надо идти никуда это дальше восьмое приложение пасук восьмой когда будете строить новый дом надо делать перила своего крыша и не будет у тебя крововой дом. Почему? Если ты не будешь ограждать своего крыша у пойдет человек и погибнет. и поэтому надо делать перила своего дома. А если у меня не новый дом? Я просто купил старый дом. Должен делать перила. Почему тут новый дом? А? У меня есть перила. У меня есть естественная перила. Перила которые обязаны это по моему восемь или десять тфахин 60-70 сантиметров есть. По-моему метр плюс. Есть. Прежде тем, что ты обвиняешь своего раввина, извиняешься. Извинение принято. Передрожь шана, я тебя, я буду милостерден и буду просить тебя. Добрая душа. Дальше. Сейчас, сейчас, сейчас мы дойдем. Следующее выражение в нашей посылке почему надо ограждать, как Тору это пишет. Я это повторю на русском языке, я не знаю какой перевод у вас по-русски. Очень интересно, как они перевели это. Тут практически виноват администрация. Если упадет, кто-нибудь с нее. Ну, просто нет, это уже комментария. чтобы не пролилась кровь в доме с твоим больным братьям. нет, если упадет кто-нибудь с него. Если упадет кто-нибудь с него. Вот, если упадет кто-нибудь с него, на святом языке написано очень странно. Ки и пойм потому, что упадет падающий. Анофер. Это вообще какое-то странное и странное приложение. Что-то значит хи и пойм может упасть падающий. Если он упал, он падающий. А если не упал, он не падающий. Просто человек который ходит. Почему падающий? Из-за этого комментирует Талмуд, что падающий означает, что он предназначен упасть. Только если упадет от твоего крыша или соседная крыша зависит от тебя. Если ты поставишь перила, он не упадет от тебя. Если не поставил перила, он упадет от тебя. То значит падающий предназначен падать. Секунду, секунду. но рэбэ говорит в конце концов он не падающий. Он в будущем может упасть, но не падающий. Падающий значит активность сейчас падает. У нас два вопроса в этом приложении. Первый, почему новый дом? Причем тут новый дом? Действительно заповедь говорит, в чем именно подчеркивание новый дом, он говорит следующее. Когда я покупаю дом, я обязан ставить в него двух вещей. Первый, перила. Второй, мезузы. Мезузы я обязан ставить когда я захожу здесь. А перила как только покупал. Но тем не менее почему новый дом? Можно писать когда купишь дом, проверьте перила и поставьте мезуза после того, когда будешь жить. Причем тут новый дом? Да, сейчас твой вопрос. Вы сказали, что он упадет, если он предназначен у вас. Получается, что если все выполняют заповедь, то он не упадет. Какой нибудь сосед человек. предназначен с которого упадет другой. Нет, но если написано, что будут предназначены упасть с крыши. То есть, все евреи. Предназначены ему упасть, я не знаю, почему. Не знаю, почему. Вот так предназначено ему. Объясняют за это время, что это из примеров того, что того, что что заложено обещание, которое человек не понять по обычным объяснениям, то есть, по Тальмуду. Для этого нужно пользоваться глубокая часть того, Хасидут и Каббала. И что означает новый дом? Новый дом это новое начало. Свадьба, например. Новое начало. Ты уже начинаешь, не выходишь, если мальчик совсем юный вышел из Ешивы до мучения, где он был окружен заповедей Тор и учителей, и ученики, и его друзей, и он уходит в новое начало. Что это значит жениться? Надо работу, надо отношения иметь, надо обеспечения, воспитания, и поэтому это новый. Это новый дом. это может быть начало, допустим, он эмигрировал к другой стране. Он начало, у него новый. И это нового все опасно. Он находится в падающее положение. Он уже упал. Он начал новое начало, прежде нету, а следующее еще не нашлось. И ты начинаешь падать. Ты без ни крыша над головой, не земля под ногой. И что нужно делать? Ставить перила. Для того, что ты не будешь потерять своих ценностей, своих принципов, тебе нужно ставить ограждение себе. Вот ограждение, которое ты их не переходишь. Молиться утром, вовремя вменя, урок тору раз в день, спать после молитвы маарив, одевать каждый день тфилин, ограждение которой, я знаю, что даже если я нахожусь сейчас без никакого ограничения, без предыдущей жизни, вот это мое ограждение, которое сохраняет меня фокусом, в правильном направлении, не уходить от фокуса. Третья тема. Третья тема, тоже очень интересная, идет речь о свадьбе, тоже в нашей главе, точно приложение 13, пасух 13. Я извиняюсь, я извиняюсь, извиняюсь, чуть-чуть дальше, чуть-чуть. Дядя м Продолжение следует... 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 контракт через уединение, потому что это нескромно, неприлично. Неприлично к женщинам, неприлично вообще к людям, так не надо. То есть говорит, вот мы сейчас заходим в комнату, а вот нет, так не делаем. Поэтому мудрецов оставили на выбор кольцам, ну какой-то выш, или контракт. Фактично мы делаем это с кольцами. Откуда изучают, что деньги являются контракт между муж и женой? Первый отсюда, ки иках, ищ, 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 тринадцатый, ки иках, вот слово иках это возьмет. Это, 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 это приобрел. Где мы видим такое слово еще раз в Тору? У Аврагам. Аврагам, когда он взял от Эфрон земля, пещеря, для того, чтобы похоронить Сару, что он говорил? Я дам, дам, дам деньги и возьму, да, и возьму этого земля, киха. Вот слово киха, это во время Тору было выражение о купле-продаже. Есть еще одно, еще другое обучение, откуда мы знаем, что деньги является союз для муж и жена. Она идет от этого обучения, идет от рабина. Еврейская девочка, которой ее папа продал в рабство. Есть такой закон. Есть такой. Когда папа может продавать своего дочери в рабство. Ну, не важно, по каких причинам. Может быть, он просто... А Еврей может проживать Еврейский? Папа может дочери. Да. Папа может дочери. Когда он может это делать? Ну, когда папа хочет продавать дочери, лучше, что она не будет у него. Это же понятно, да? Разные, разные соображения просто. Рабство у девушки, которая продается по еврейскому закону, какие правила были? Он должен продавать ее до 12 лет. Совсем маленькие. И по продаже в рабство входила уже свадьба. То есть, когда хозяин купил этого рабина, она должна быть одна из двух. Или потом, после 12 лет, когда она уже считается по еврейскому закону совершеннолетняя. Его жена или его сыну жену. Это было предусмотрено за... Понимаете? То есть, это была защита, наоборот. Защита ребенок, не наоборот. И работа, которую она могла делать, это была минимально... Ну, девочка маленькая. Что она может делать? То есть, и закон гласит, что если этого раба не выполнил условия жениться, или его сын выдавать на этого девочка, он должен ее вернуть обратно к свободу. Он не может ни продавать ее, ни предлагать ее других предложений. Только или жена, или уходишь. И когда она уходит, говорит Тору, не выплачивается деньги. Не выплачивается деньги кому? Отца. Типа, возвращаются им. Нет, не выплачивается. И Тору, и Тальмуд об этом говорит. Не выплачивается этим девочка. Но выплачивается другая девочка. Какая свадьба? Когда есть брачный контракт, там выплачивается деньги. Очень интересно. То есть, еще раз, два учения, откуда мы понимаем, что свадьба происходит благодаря отдаче какой-то определенной стоимости. У нас уже чуть-чуть поздно, поэтому я доведу интересные, там, несколько доводов к этому. Второй вопрос. Что главное? Когда я даю деньги? Что совершает брачный договор? Я даю деньги. Женщина принимала к себе деньги, купила эти деньги, принимала подарок. И благодаря этим соглашалась стать женой. И тогда она стала женой. Или наоборот. Наоборот. Она соглашалась быть женой, поэтому принимала к себе деньги. Каждый из них, каждый из них имеет свой очень серьезный итог по закону. Очень серьезных итогов. Да? Сейчас. Что? Например, например, дам один итог для того, что как-то... Это длинная и очень красивая тема. Это еще раз показывает, как очень важно выполнять подзакон. Если мужчина дает женщине деньги и говорит ей, договаривается, давай я даю тебе сейчас вот эту сумму или вот этот подарок. Благодаря этому подарок вы согласитесь быть моей женой. Она говорит, хорошо. И он дает ей эту вещь и говорит, я даю тебе эту вещь для того, что это будет подарок. То есть, вместо того, что говорит, это для того, что ты будешь моя жена, для того, что это будет подарок. Она его жена или не его жена? Вот именно, если деньги, если прием деньги является главной, и благодаря этому потом идет следующий шаг, контракт, то что? То есть, если она принимала деньги, она жена. Но он должен был озвучить, что этим подарком она является... Он не говорил, не будет моя жена. Он говорил только, это не... Он не говорил, что это для кедушин. Он говорит, это для подарок. Уже кедушин пройданный этап. Все, договорились. Действие было. Да, все. Она принимала деньги, все, закрыли вопрос. Она уже его жена. Он должен озвучить. Но и она же знает. Но если главный кедушин, и он не говорил, если главный это первый акт, что ты моя жена, то она не его жена. Она не его жена. Он не говорил, я хочу тебя. Он не говорил, вот, бери, ты моя жена. Ну, все, не его жена. Нет, у нее тогда нет выбора. Нет, не так. А когда она берет деньги, все, выбросит. Он говорит, что этим подарком ты посвящена мне... Нет, тут идет речь, что она не соглашается. Она соглашается с первым и вторым случаем. Она просто... Он перестал захотеть. Ну, сумасшедший. А дал, говорит, заранее не договорились. Я даю тебе вот этого. Ты будешь соглашаться, бери, наверное. Он говорит, да. Вот он говорит, вот акт. Вот когда мы под хрупой, да. Понятно, что они оба говорили уже да себе, да. Они пошли под хрупой. Мы берем два свидетеля. И он ложит этого кольца и говорит, ты будешь моя жена. Вместо того, что он говорит, ты будешь моя жена. Я даю тебе этот подарок. Все. Она его жена или нет? Вопрос как? Если первый, нет, это закон. Надо понять ее. Если главный это брачный контракт, а потом только прием имущества. Если это первый акт, который делается, то она не его жена. Они не говорили, я хочу тебе. Но если первый это принимать имущество, а потом акт делается через женой, то все. Ты уже отдал. Уже ты не принимаешь решение, она принимает решение. Уже делала. Но она же знает об этом. Что он болван. Да нет. Работа решила было еще. Но может быть нравится ей болваны. Мы говорили это с детства. Давай тоже мы это, как арабы очень любят это делать, по божественной жизни. Духовной жизни. Кедушин. Кедушин. Кадош. Святой. Так называется акт свадьба у евреев. У нас, да? Кедушин. Кедушин это когда человек освобождает себя от привязанности к материальной жизни. Да? Кесев. Это из слова кисув. Скучает. Или в другим словам в Каблах Зоа написано, что это любви ко Всевышнему. Когда евреи начинаются приблизиться. Мы знаем, что отношение между евреями и Всевышнему это как свадьба. Мы говорили об этом. Это дарване Тору. Есть двух сторон. Первый. Что главное это освободить себя. От привязанности и желания к этому миру. А потом можно ходить Всевышнему. Потому что это противоречимо. Не может и ходить Всевышнему, и жрать хорошо. Нет. Так не получается. Поэтому вопрос, что главный. Первый отдалить от себя желание этого мира, а потом ходить Всевышнему. Или первый стремиться ходить Всевышнему. И привязанность и привязанность к этому миру будет потихоньку уходить по себе. Оба стороны очень влияют. Правильно. То есть порядок правильный. Это очищать себя от привязанности к этому миру. И тогда можешь проявлять у себя божественная душа, любви ко Всевышнему. Но когда человек находится в ненормальной ситуации, где он грешит, где он просто утонул в этом мире. Первое, что он должен делать, это учить очень много Хасидут. Пробудить у своего душа привязанность и ко Всевышнему. И тогда желания этого мира снижаются и снижаются, пока он отказывается от них полностью.